Здравствуйте, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко, автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, автор сотен видео на собственном канале в YouTube, про правильное питание, как правильно пить воду, что такое профилактика, лечение, средствами официальной медицины, народными медицинами, средствами, домашних условиях. Сегодня решил написать видео, на мой взгляд, на очень полярную тему. Рисовая диета. Чаще всего ее используют не для похудения. На моем канале вы можете найти характеристику более эффективных диет для похудения. Это овсяная, гречневая, кефирная, борщевая, белковые диеты, бессолевые. Вы можете набрать соответствующее название и просмотреть это видео позже. Чтобы вам это было проще, подпишитесь на мой канал и вам будет проще искать на одном канале, чем во всем интернете. А рисовую диету чаще всего используют для очищения организма. Причем используют самые ленивые. Когда уже человек дошел до ручки, а дай-ка я почищу себя рисовой диетой. Так вот, далеко не для всех такое очищение может закончиться легко. Отзывы напишут только те, кто выжил после рисовой диеты. А кто погиб, тот отзыв свой в интернете, к сожалению, не оставит. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, какие основные характеристики рисовой диеты. Ее плюсы и минусы. Вы также узнаете, как правильно использовать рисовую диету, как ее используют для очищения организма. И кому это может быть смертельно опасно. Ну и как правильно проводить все-таки очищение организма. А заодно и борьбу с избыточными килограммами. Смотрите видео дальше. Очень интересная, на мой взгляд, тема. Из чего уже состоит рисовая крупа? И как ее уникальный состав правильно использовать для вашего здоровья? Ну, компонент номер один, как и во всех крупах и злаковых, это полисахариды, ведущие из них крахмал. По содержанию которого рис оставляет далеко позади себя основное количество круп. И чуть уступает манке и кукурузной крупе. Хорошо это или плохо? Все зависит от вашего поведения. От того, что вы делаете после употребления рисовой каши. Безусловно, при попадании в полость рта, обработка слюной запускает процесс переваривания крахмала. И минут через 15-20 после начала приема пищи, крахмал частично уже превращается в глюкозу и готов попасть в кровь. Вот судьба этой глюкозы зависит от вашего поведения. От того, что вы делаете, как вы знаете, как правильно использовать для той цели, которую вы хотите получить. Если вам нужно набирать вес, выйти из состояния дистрофии, но вес будет набираться только лишь первично, за счет жировой ткани. В этом случае прием пищи плавно переходит в отдых. Вы занимаете горизонтальное, либо полугоризонтальное положение, в котором находитесь 30-40 минут, возможно час. Что это вам дает? Глюкоза интенсивно попадает в кровь, а расходовать вы не расходуете. Она активно перерабатывается в жир и накапливается в жировой ткани. И вы получаете тот результат, который вы хотели. Если вам не нужно накапливать жировую массу, а вы хотите сохранить стабильный вес, или даже возможно его несколько снизить, вот тогда через 10 минут от начала приема рисовой каши у вас должна начинаться уже физическая активность. В этом случае первые порции глюкозы попадают в кровь, а вы уже работаете. Мышца уже работает. Мышца активно потребляет глюкозу из кровеносного русла и не дает ей чрезмерно подняться в кровеносном русле. Вы обеспечили мышечную работу, вы обеспечили предупреждение переработки глюкозы в жиры. После мышечной работы, безусловно, мышца работает, она немножечко изнашивается. После этого, в периоде отдыха, работает стадия суперкомпенсации. То есть мышца восстанавливается. И вот помочь ей более эффективно восстановиться и не мешает проведению активной физической работы после приема рисовой каши. Компонент номер два, о котором я расскажу прямо сейчас. А компонент номер два в рисовой крупе, это безусловно белки, по содержанию которых рисовая крупа, пожалуй, пропустила вперед себя всех. Она содержит практически минимальное количество белка. И скептики сейчас скажут, ну вот, видели цену, а едим практически один крахмал. Но, знаете, мал золотник, да дорог. Потому как, если у вас нарушена работа пищеварительной системы, а она нарушена у большинства, особенно, если люди страдают анорексией, либо дистрофией, у них дистрофия и в состоянии пищеварительной системы. То есть не способна пищеварительная система переварить концентрированный источник белка. Хотите проверить? Ну, лучше поверьте мне на слово. Накормите человека бобами, горохом, фасолью, жирным мясом, там, свининой, говядиной. И получите тот результат, который получите. Поэтому спешка нужна при ловле блох. А вот это малое количество белка нужно правильно использовать. Знаете, повторюсь, мал золотник, да дорог. Это очень важный компонент. Потому как даже слабая, ослабленная пищеварительная система, получив такое небольшое количество белка в крупе, вернее в каше из крупы, способна его полноценно переварить. А значит усвоить, а значит этот белок будет ваш. Они его используют, если человек не переварил какое-то количество белка, уходит в кишечник, а там на белке опируют патогенные бактерии. И в благодарность вам выдают новые порции токсинов. То есть рисовая крупа в меньшей степени способна обострить дисбактериоз кишечника. А также она очень полезна тем, у кого есть глютеновая энтеропатия. То есть это люди, у которых настолько скомпрометирована пищеварительная система, что она не способна переварить глютеновые белки. Вот белки риса не относятся к глютеновым, поэтому даже в этом случае они способны полноценно перевариться, усвоиться и в яминокислот попасть в кровеносное русло. После чего ваша печень должна их переработать уже в те белки, которые нужны вам, и отправить по месту работы. А будет это мышечная ткань, будет это иммунная система, будут это клетки любых других органов и тканей, это уже зависит от того, где потребность в белках выше. Поэтому рисовая крупа может использоваться благодаря такому низкому содержанию белка и при ослабленной пищеварительной системе, и для быстрой реабилитации тех, кто перенес какие-то тяжелые истощающие заболевания. И это достаточно большой плюс. Если же вам нужно обеспечить с помощью рисовой каши физическую активность, позаниматься в тренажерном зале, побегать там на стадионе или поиграть в футбольный матч достаточно интенсивно, рисовая крупа вам очень даже поможет. Опять-таки, низкое количество белка. Это гарантия того, что быстро переварится, быстро усвоится и не будет вам мешать заниматься тяжелой или не очень тяжелой физической работой. В этом случае это тоже большой плюс. Ну а крахмал, который там есть в приличном количестве, обеспечит эту работу на энергетическом уровне. Конечно, если вы пытаетесь бороться с избыточным весом физическими нагрузками, в этом случае часто идут в нагрузку или в полуголодном, или в голодном состоянии. Ведь вам нужно выработать всю энергию, фактически, содержащуюся в гликогене, в мышцах и в печени. И только после этого ваш организм добирается до жировой ткани. Это достаточно трудоемкое занятие. А если вы съели порцию рисовой каши до физической нагрузки, то вам нужно работать еще интенсивнее. Вначале кашу сжечь, потом гликоген в мышцах и в печени. И только после этого начали гореть жиры. Это очень трудоемкое и, на мой взгляд, очень неправильный подход к снижению веса. Потому как его нужно, на мой взгляд, достигать совершенно иными способами. И рисовая каша, в принципе, помогает это сделать. А также частично в этом участвует компонент номер 3. О котором я расскажу прямо сейчас. Компонент номер 3 в рисовой крупе это, безусловно, макро- и микроэлементы. И по их содержанию рис среди явных аутсайдеров. Если по содержанию белка, низкое содержание белка в рисовой крупе, это скорее плюс, чем минус, то низкое содержание макро- и микроэлементов не может даже компенсировать особая технология приготовления. Обычно рисовая крупа, она белая. А при пропаривании она становится прозрачной. При этом часть макро- и микроэлементов, а заодно витамины, из оболочек проникают в зерно. Но и это не может скомпенсировать фактически их недостаток, если используется исключительно рисовая диета. Для похудения, либо набора веса. А вот для очищения организма, это не имеет никакого значения. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас вы узнаете о компоненте номер 4, который тоже находится в рисовой крупе. Его тоже нужно правильно использовать. Компонент номер 4 в рисовой крупе это витамины. По содержанию которых рис занимает первые позиции. Но с конца турнирной таблицы. Редко какие витамины в других крупах содержатся в меньшем количестве, чем в рисе. Но это по отдельным витаминам. А в целом рис среди аутсайдеров постоянно. Хорошо это или плохо. Все зависит опять-таки от того, как вы этим правильно воспользуетесь. Если вы рисовую диету поддерживаете короткое время, относительный дефицит витаминов, а также, как я уже говорил, макро-микроэлементов, не сможет жестко нарушить обмен веществ в вашем организме. А вот если вы будете рисовую диету, исключительно рисовую диету поддерживать длительное время, да. Чем дольше вы находитесь на такой диете, тем больше вред для вашего организма появится. Но! Тут еще очень важный момент. При очищении организма с помощью риса витамины не имеют никакого решающего значения. А вот очень важное значение имеет компонент номер 5, о котором вы узнаете прямо сейчас. Все компоненты рисовой крупы очень важны, и их можно правильно используя, получать от них только плюсы и здоровье. А вот пятый компонент, в некоторых случаях он становится самым важным. Но на него мало кто обращает внимание. Он как бы есть, он как бы между прочим, но! Если быть откровенным, то в собственном рисовой крупе по количеству это компонент номер 2. При приготовлении различными способами риса он становится по весу, по количеству компонентом номер 1. И очень серьезно влияет на результат применения рисовой диеты. И несущественно. Это диета для снижения веса, или для набора веса, набора мышечной массы, либо жировой массы, диета для очищения вашего организма. Этот компонент очень важен. И это вода. В собственной рисовой крупе вода приходит к нам из тех регионов, где выращивался рис. И может с собой принести различные компоненты, которые использовали в ускорении этого процесса, в ускорении роста рисового зерна, его созревания. И там могут быть разные, не совсем хорошие для здоровья компоненты. Но на них повлиять мы практически не можем. А можем повлиять на ту воду, с помощью которой мы готовим разными способами рис, для того, чтобы получить тот результат, который вы хотите. Вот здесь вода имеет огромное значение. Потому как часто рис используют в сыром виде. Я понимаю, это дает определенный результат в определенных случаях. Об этом вы узнаете чуть позже. Но от свойств воды зависит тот результат, который вы получите. Потому как, когда вы заливаете обычной водой рис, это здорово. Крахмал при контакте с водой начинает ее впитывать, и рис увеличивается в объеме. Все это здорово. Но сколько бы вы рис не промывали перед этим, он все равно немножко мутноватая жидкость идет. Что это такое? Это тот крахмал, который находится просто рядом с рисовым зерном. Это великолепная питательная среда для тех микробов, которые могут попасть с водой. И потом, каким-то образом влиять на результат той диеты, которую вы будете применять. Потому как редко кто ставит рис настаиваться в холодильник. Достаточно прохладные условия, и этот процесс идет очень медленно. Чаще всего оставляют около плиты, на подоконнике. Но там всегда достаточно тепло. А это условия для развития бактерий. Поэтому вода, которой заливается рис, должна быть максимально очищена от микроорганизмов, грибков. Потому как пока крахмал увеличивается в объеме, и рис готовится к диете, к диете готовятся, и патогенные бактерии, качество и количество которых вы контролировать не можете. А это очень важный момент. Если на счетчике этого видео количество просмотров около тысячи, я думаю, что уже есть на канале видео о микроорганизмах, о лечении антибиотиками. И вы можете его просмотреть. Очень непростая ситуация сегодня на планете Земля в этом отношении. И в том видео вы можете просмотреть, насколько она непростая. А настаивать рис в данном случае да, можно. Залили водичкой, обязательно накрыли крышечкой. И если вода у вас очищена, вы можете настаивать вне холодильника. Если вода не очищена, тогда настаивайте дольше собственно в холодильнике. в этих условиях патогенные бактерии развиваться, если и могут, то крайне медленно. И навредить вам не смогут. А вот о том, как правильно использовать рис, рисовую диету для очищения вашего организма, для снижения веса, для набора веса, вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно использовать рис, рисовую крупу для вашего здоровья, чтобы польза была максимальной, а потенциальный вред минимизировать. Ну, безусловно, я вам предложу определенную последовательность действий, а вы сравните. Если вы так и делаете, так поступаете, вы будете более уверены, что вы все делаете правильно, и вред рис, как и любой другой продукт питания при неправильном использовании, вам не нанесет. Если же вы по-иному поступаете, то возможно вам следует внести определенную коррекцию, понимая ее целесообразность. Потому как потерять здоровье легко, восстанавливать очень тяжело. Те, кто занимаются лечением, сейчас знают, что это очень непростой процесс, как правило. И разве что, если вы доигрались до хирургической патологии, за вас все сделает хирург. Он устранит те проблемы, которые у вас возникли. А если у вас терапевтическая патология, лопату придется брать вам в руки лично и работать над укреплением своего здоровья. Итак, что же вам нужно делать для того, чтобы принести себе максимальную пользу? Шаг номер один это выбор. Конечно, вы можете взять просто рис, можете взять рис пропаренный. В этом случае, конечно, чуть больше витаминов, макро, микроэлементов в крупе будет, но не настолько много, чтобы рисовая диета могла продолжаться без ущерба для вашего здоровья длительное время. Ну, имеет значение, тут уже дело вкуса. А вот выбирать из мешка или выбирать рис, расфасованный в кулечках, практически большого значения не имеет. Это, опять-таки, дело вашего удобства, как вам удобнее, потому как вам обязательно нужно совершить шаг номер два, чтобы сделать ситуацию более управляемой. А шаг номер два, перед тем, как готовить крупу, вы должны ее обязательно промыть. Промыть несколько раз обязательно в холодной воде. В этом случае, каждый раз вы будете видеть, что вода становится непрозрачной. Да, вы таким образом теряете некоторое количество крахмала, и это небольшой, скажем так, минус. Но, вы делаете крупу безопасной, потому что не имеет значения. Взяли вы рис из мешка, или взяли вы его в пакетиках, расфасованный, не фасуют пакеты в пакеты рис на месте произрастания. Как правило. Ну, если вы там не живете. Как правило, какое-то время рис транспортируется, а значит, с ним могут контактировать и мышевидные грузы, и какие-то птички, и какие-то букашки, таракашки, и сообщать рису определенные особенности. Приносить какие-то микроорганизмы, вирусы, грибки, все что угодно там может быть, токсические вещества, вот от них вы избавитесь вот таким вот нехитрым, простым способом. Просто несколько раз промыв рисовую крупу. И не смотрите, что вода идет такая непрозрачная, вы теряете крахмал, на самом деле вы потенциально устраняете угрозу, которая может находиться просто на рисовой крупе. Шаг номер три. Это замачивание. О подготовке воды к приготовлению рисовой каши или каких-то блюд из риса, я уже сказал, она должна быть свободной от микроорганизмов, как минимум, потому что они способны при определенных условиях размножаться. Грибки, вирусы не размножаются, но при определенных технологиях приготовления риса их активность может сохраняться и вся эта компания вместе с их продуктами жизнедеятельности может попадать в ваш организм. И тогда польза от рисовой диеты будет минимально, а вот вред от попадания вот этих вот частиц, этих компонентов будет достаточно серьезным. Поэтому замачивать нужно, но вода, если у вас вода свободно очищена от микроорганизмов, вирусов, грибов, в этом случае вы можете замачивать ее при комнатной температуре. если же вы не уверены в качестве своей воды, то вместо замачивания на 2-3 часа при комнатной температуре вы теперь будете замачивать как минимум ночь в холодильнике. В этих условиях не имеет большого значения чистота вашей воды, потому что в холодильнике микробам очень тяжело размножаться, холодно там, а крахмал будет медленнее, но впитывать воду и увеличиваться в объеме. и вот дальше вопрос что делать дальше? Вот тут пути расходятся. Если вам нужно использовать рис вот таким способом приготовленный для снижения веса, либо для набора веса, для увеличения мышечной массы, либо для увеличения жировой ткани, в этом случае вам вот таким способом приготовленный рис нужно варить. Я бы сказал варить до полной готовности, не до полуготовности, а до полной готовности, а в некоторых случаях, если это дистрофия, анорексия и пищеварительная система ослаблена, рис лучше разварить полностью. В этом случае он еще легче переваривается, легче усваивается, проще попадает в кровь, а дальше как поступать в каждом конкретном случае, я уже вам рассказал. то есть, если вы после приема рисовой каши занимаете более-менее спокойное состояние, углеводы и белки перевариваются легче, накапливаются в вашем организме, и вы идете в сторону увеличения веса. Если же вы занимаете более активную позицию и активно тратите углеводы, в этом случае набора веса не состоится, а физическая активность будет обеспечена на метаболическом уровне. А вот как использовать рис для очищения организма и какие опасности связаны с этим процессом и в каких ситуациях, при каких заболеваниях я бы никогда не советовал бы вам использовать рисовую диету для очищения организма, вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно использовать рисовую диету для очищения организма? О предварительной подготовке риса я уже сказал. Обязательно нужно промыть и сделать рис более здоровым. Дальше рекомендации расходятся. Одни советуют в небольшом количестве воды сварить рис до полугодовности и в этом случае на мой взгляд он более эффективен для очищения. Другие советуют просто замочить рис на несколько часов в воде и использовать дальше сырым. В любом случае имеет принципиальное значение качество воды о котором я уже говорил вода должна быть чистой. Потому как вместе с такой диетой в организм могут проникнуть патогенные бактерии вирусы грибки и мягко выражаясь диету прервать на любом этапе. Уже по факту того что в кишечнике обостряется как минимум дисбактериоз а как максимум могут проявиться и какие-то инфекционные заболевания. но в очищении организма вот здесь на первое место выходит тот самый вредный казалось бы внешний компонент с которого я начинал это видео это крахмал потому как либо рис слегка замоченный либо рис слегка приваренный в любом случае он способен впитывать в себя дополнительное количество воды и когда такой рис попадает в пищеварительную систему он это и делает он впитывает в себя воду которая находится рядом с ним и очищение кишечника уже происходит но рис не относится к средствам которые стимулируют перистальтику кишечника скорее ее тормозит и появляются первые предосторожности те кто склонен к запорам особенно если имеет еще и геморрой рисовая диета не самый лучший способ очищать ваш организм особенно если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой потому как на рисовой диете вам нужно будет больше прилагать усилий для очищения кишечника а нагрузка на сердце и сосуды будет возрастать но это не единственная особенность пока рис находится в кишечнике и впитывает влагу очищает вам кишечник вода идет из кровеносного русла а одно из условий эффективности рисовой диеты после сна вы воду не имеете права пить иначе у вас ничего не получится то есть то сухоедение которое у вас было ночью вы ночью спали организм терял влагу через кожу через легкие и через почку вот это вот сухоедение продолжается еще фактически на рисе а результат появляется жажда и одно из условий еще одно обязательное условие эффективности очищения на рисе жажду нужно терпеть и одно дело когда вы находитесь в более комфортных температурных условиях а самая комфортная температура для человека 18-24 градуса по Цельсию в этом диапазоне а иное значение имеет если вокруг вас летняя жара когда достаточно жарко и вы теряете лишние порции воды через кожу и легкие работает система терморегуляции никуда вы от нее не денетесь в этом случае жажда возникает раньше а для эффективности очищения вам нужно жажду терпеть минимум три часа и одновременно в эти три часа нельзя кушать и нельзя употреблять медикаменты и вот здесь если вы посмотрите другие видео на моем канале про чувство жажды что это такое наберите вязкость крови на моем канале и посмотрите что это такое с чем ее едят и чем это может закончиться в этом случае кардиологический риск возрастает и не только у тех у кого есть проблемы с сердцем то есть есть какие-то пороки сердца есть миокардиодистрофия есть не дай бог кардиостлероз особенно после инфаркт не очень хорошо будет тем у кого система сердечно-сосудистая отрегулирована плохо то есть есть вегетососудистая дистония по гипотоническому типу по гипертоническому типу либо гипертоническая болезнь в любом случае риск при появлении чувства жажды возрастает а препараты применять нельзя подстраховывать свой организм нельзя нужно терпеть и когда вы чувство жажды реально будете терпеть на фоне вот этих рисков усиливается попадание в кровь воды из соединитой ткани и очищение усиливается да пока рис лежал в кишечнике он первично очищает вашу кровь от тех водорастворимых шлаков и токсинов которые там были а вот когда вы чувство жажды терпите и оно может несколько уменьшиться вы как бы претерпелись вот здесь пошло очищение соединитой ткани это более мощное очищение более глубокое когда шлаки оттуда срываются да меняется качество мочи вы со временем увидите моча будет разного часто белесоватого оттенка то есть разные варианты могут быть осадки там могут быть это все здорово вы очищение организма производите но на фоне высокого кардиологического риска я бы советовал вот эти три часа не просто себя вести привычный образ жизни а нужно перейти в состояние мягко выражаясь гиподинамии потому как в этих условиях ваше сердце и сосуды испытывают меньшую нагрузку на высокой вязкости крови и это очень важно понимать и правильно использовать потому как в данном случае рисовая диета она не самая простая и закончится может очень непросто я с этого видео начинал да те кто получили плюсы по рисовой диете они комментарии могут написать а те которые получили минусы они реже могут написать комментарии потому что часть из них может и погибнуть потому как пока вы ждете три часа терпите чувство жажды ваше сердце и сосуды пытаются вам помочь пытаются выжить в этих не самых простых условиях поэтому очищать организм на рисовой диете это здорово но напомню еще раз не самая простая диета и лучше очищать свой организм другими способами можете набрать на моем канале как очистить кишечник там организм как помочь работать печень и почкам да это не немножко сложнее несколько сложнее чем рисовая диета съел кашку и три часа посидел подождал потерпел жажду там несколько сложнее но зато более безопасно и не менее эффективно ну а как это делать правильно я расскажу прямо сейчас но рисовую кашу и рисовую диету можно использовать для очищения организма с пользой для здоровья и безопасно для вашей жизни после некоторой коррекции просто рис первично предназначен все-таки для размножения риса как вида а не для вашего питания и для очищения организма поэтому коррекция нужна и первое что нужно сделать скорректировать один компонент который я сознательно не упомянул в первой части этого видео в начале видео но который имеет важное значение но количественно он для этого недостаточен и он не способен усвоиться перевариться и усвоиться в организме без коррекции транзитом проходя по кишечнику слава богу его и патогенные микрофлоры и сапрофитные не используют он ну просто его как как будто бы и не было именно поэтому я в той части видео не упомянул а в этой он важен просто нужно его количественно увеличить это жиры будете вы использовать какой вид жира в приготовлении каши это ваш выбор дело вашего вкуса но жиры должны быть когда они присутствуют в рисовой каше желчегонный эффект есть и ваш главный самый мощный фильтр вашего организма печень начинает работать и активно участвовать в очищении крови и очищении вашего организма что еще нужно какую еще коррекцию нужно провести чаще всего рис используют очищенный то есть без оболочек а значит без клетчатки а это снижает способность риса проводить очищение как минимум кишечника и вы можете конечно использовать рис в оболочках а можете провести коррекцию в домашних условиях добавив отруби в этом случае правда рис немножко изменит свои вкусовые свойства но польза этой каши будет значительно выше можете при приготовлении каши добавить туда измельченное яблочко лучок репку имеется ввиду они тоже как источник клетчатки сделают рисовую кашу более богатой и более активный очиститель ваш кишечник попадает но даже при такой коррекции сбалансировать и более 2-3 дней быть на рисовой диете очень сложно она очень будет не сбалансирована ну и ваше здоровье ваше настроение будет серьезно от этого страдать поэтому я бы советовал вам правильно приготовленную рисовую кашу использовать как один из приемов пищи в системе под названием здоровый образ жизни правильное питание от чего вы будете получать только плюсы для вашего здоровья вот на этой положительной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео как правильно ввести коррекцию в свой образ жизни я этого видео буду заканчивать и подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч меня тоже до новых встреч и